Спасибо всем за то, что пришли сегодня на это мероприятие. И в начале нашей конференции предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который мы подготовили для нашей конференции, чтобы вернуться психологически в то время, сравнить его с настоящим, сделать то, о чем мы сегодня будем говорить с вами. Я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет. Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если я тебя уезжу в бою, понимаешь, что ты отлично, неотлично, уже я от тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне, как гость, приедешь, Алик. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. Моя не такой бойца начальник создавать такие команды. 26 ноября 1994 года. В Моздок прибыла большая группа переодетых в гражданку офицеров-танкистов. Добровольцев собрали в подмосковных частях. После долгом лихтования экипажами колонна танков, прибывших с Дальнего Востока, пересекла границу Чечни. А уже через сутки, 26 ноября, они вошли в Грозду. Капитан Клёв, Андрей Васильевич. Войска-часть 41, город Махковской области. Капитан Шихарев, Александр Николаевич. Войска-часть 43, 62, город Рафаэльевская, Контимировская, Ньюзия. Министр обороны Грачев вообще заявил, что его людей не могло быть в Чечне. Я не знаю, что с каждой страны, и на стране Гудаева, и на стране оппозиции, воюет большое количество наюзников. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил, российских, никаких... То есть, американцы врут сейчас? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Вы не хотите присоединить Украину, никогда не пытались... ...вы там ситуацию? Нет, мы этим никогда не занимались и не занимаемся. Романцев Иван Игоревич. Заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор. Звание Ефрейта. Войска. Воздушно-десантные войска. 331-й парашютно-десантный полк. 98-я Гвардейская-Свенская глиния. Интимизируется. Роблик-Стрэма. В данный момент я нахожусь в Украине. Как вы сюда попали? Попали так. В Костроме 16-го числа у нас был объявлен сбор. Нас собрали все. Сказали, что едем в Командеровку. В Ростов. Вот. Нам сказали, что здесь может быть грязно. Кто-то попытается визжать там, недостреленные смерчем бандеровцы. Внучки их сюда приедут. Хотим поискать. Пока не видим ни одного бандеров, а вот говорят будут. Хотим послушать. Очень послушать. Хотим послушать звук писка прибирает. Третья. Попал. 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 Третья. Такой не сытый. Третья. Попал. Третья. Третья. Лучше. Машина. Машина. Третья. Да, праздник. Какой не стыдно. Почему вы все не делаете? Вы что, с вами пришли? Что вы делаете? Что вы делаете? 12 декабря, 9 часов утра. Войска сосредоточены на границе двух сел Газию и Яндека. В 10 часов здесь проходят мирный многонациональный митинг граждан Солнцинского района Индушетии. Среди них священнослужители, женщины-матери, казачки, русские, регистанки, ветераны войны, депутаты республики. Вы подумайте об этом, матерясь здесь, все здесь, вы подумайте об этом. Куда вы ведете этих, вот этих детей? Вы же наша армия. Вы знаете, можно к нам состить? Городная. Ну, вы защищали. Почему они нас будут защищать? Сегодня праздник, ребята. По всем законам мы должны отдыхать и праздник. Не стрелять, не развязывайте новую войну, ребята. Вы же молодые. Я в каждом военном человеке вижу своего сына, потому что мои дети военные. Но, тем не менее, сынок, у меня сердце за тебя болит. Я понимаю, что ты неправильно пришел. Ты пришел, пришел и дом убивать. А кто тебе сынок дал это право? Чечня, например, мы Инушетия. Вот мы Инушетия. Мы с ними храничим. Но если вы через нас идете, вы понимаете, нам потом к Инушетии не скажете, что же вы их прям поцеловали, пропустили. Вы поймите правильно, сынок, ты поймите. Откуда у тебя такая гарантия, что ты пойдешь туда и придешь назад, сынок? Не придешь. Раз ты к нему пришел агрессором-убийцей, то он будет ответственно стрелять. И он уже, знаете, знаете, когда... Я не буду агрессорами убить. Сынок, мужик, а чайник-то... На моей спиной есть определенные законы, которые я обязану все угадать. Алик, ну ты правильно поймешь. Я, например, тебе просто от сердца, да, и отчисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но быть очень. А я сколько выбора не имею. У меня есть приказы, я выберу любую путь. Держи, вот здесь идет ответ прием. Я одиннадцатый, я одиннадцатый, кто меня слышит, ответите, прием. Только давай, противозапожным частотам ищи командира. Давай, сделай и пошли. Понял. Всех вызываю сначала, я слиток одиннадцать, я слиток одиннадцатый, кто меня слышит, прием. На всех частотах, понял, да? Как найдешь командира или кого-то, знаешь, на меня соединяешь, я переговорю. Понял. Потеряли мы. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, и Первая Чеченская война, и Вторая Чеченская война принесли очень много жертв. О них редко вспоминают. Давайте вспомним сегодня. Пожалуйста, минуты молчания. Итак, мы начинаем нашу конференцию, которую открыл или полуоткрыл для вас своим сюжетом Дмитрий Флорин, сам участник боевых действий. Он, кстати, автор идеи этой конференции. Мы очень рады, что она вызвала такой большой интерес. Но, наверное, это не случайно. Это единственное мероприятие, которое посвящено началу Первой Чеченской войны. Вот войск был осуществлен 26 ноября, чуть-чуть мы отдалились от этой даты. И, к сожалению, в нашей стране с вами не принято вспоминать прошлое. Или принято вспоминать то прошлое, которого не существовало и которое сконструировано. Именно поэтому мы, к сожалению, очень часто повторяем те ошибки, которые уже были совершены. Поэтому мы посчитали нужным, в данном случае мы, партия Яблоко, которая выступала и против Первой, и против Второй Чеченской войны, последовательно многие из присутствующих здесь сами участвовали в освобождении пленных, в освобождении заложников, проводили правозащитную деятельность, писали об этой войне или, как Дима, сами в ней участвовали. И сегодня многие из них выступят. У нас идет прямая трансляция как на сайте Яблоко, так и на сайте Радио Свобода. Так что все, кто не смог сегодня быть здесь с нами, смогут это посмотреть или сейчас, или потом в записи. Итак, мы открываем нашу конференцию. Первое слово я предоставляю председателю партии Яблоко Сергею Сергеевичу Митрусу. Дорогие друзья, я благодарен всем вам за то, что вы пришли сегодня на это не совсем обычное мероприятие. Как уже сказала Галина Михайловна, больше никто в нашем государстве, да и, пожалуй, даже и в обществе, не обратил внимания на эту дату. Эта дата, она двойная, как было сказано. Это и 20 лет начала Первой Чеченской войны, 15 лет Второй Чеченской войны. Насколько я знаю, очень мало изданий в СМИ на эту дату как-то отреагировали, хотя они обычно очень чувствительны к юбилейным датам. Юбилеи бывают разные. Они бывают и радостные, и с положительным знаком, а бывают и очень даже наоборот. Вот никто как-то особо не обращает внимания. Мы понимаем, почему это происходит. Если бы сейчас эта тема стала актуальной в средствах масс-информации, на телевидении, то у наших граждан, у телезрителей, читателей газет, вдруг сразу же бы нахнул целый ряд ассоциаций, вот как в психологии есть термин ассоциативный ряд, с тем, что происходит в России сегодня. И многое бы, наверное, лишних мыслей пришло в голову нашим гражданам, которых в их головах не очень хочет видеть наше руководство, которое сегодня втянуто в очередную войну. Не только не просто втянуто, а является одним из генераторов этой войны. Слишком много мыслей по поводу, ну, например, двойных стандартов. Иногда мне приходится встречаться с различными оппонентами, которые сейчас, как вы знаете, очень жестко клеймят украинские власти, вот их действия на востоке Украины. И вот мне приходится им задавать вопрос, слушайте, а там ведь среди них и лидеры фракции нынешних думских, и с ними приходится тоже разговаривать. Я говорю, слушайте, ну хорошо, вот вы эти действия, вы осуждаете. Значит, правда это или нет, то, что вот приписывается, давайте сейчас вопрос вынесем за скобки. Вот, допустим, это все правда, хорошо, но вы же все то же самое приветствовали, рукоплескали 20 лет назад и 15 лет назад, когда это все происходило на территории России. Ну о чем сейчас? Они говорят, это было все совершенно все другое, и все, и разговор переходит на другую тему. Есть проблема, которая остается открытой. Война и общество, потому что, когда начинается война, становится гораздо проще общество врать. Включаются механизмы мобилизации общественного мнения, принудительной мобилизации, подавления общественного мнения, манипуляции общественным мнением, под влиянием сильных эмоций, которые возбуждает война, очень легко скрывать преступления всевозможные, коррупцию, воровство, значит, оправдывать любые внешнеполитические авантюры и так далее. Все это было у нас 20 лет назад, все это происходит и сегодня. Вот почему не хотят вспоминать прошлое, не хотят анализировать то, что было, а не хотят анализировать, вытесняют из своего сознания все это. Значит, все это, естественно, повторяется. И если об этом вообще никто не будет вспоминать, то мы обречены, Россия, видимо, обречена на этот порочный круг ошибок и преступлений. Они совершались 20 лет назад, они совершались 15 лет назад, они совершаются и сейчас. Партия «Яблоко» все это время, а нам как раз год назад исполнилось 20 лет, мы фактически ровесники этих событий, мы все-таки старались по-другому воспринимать все эти события, нежели их воспринимала наша власть и подавляющая часть политического класса, политических партий и так далее. Мы все-таки старались говорить правду, и мы старались подходить ко всем этим событиям с какими-то критериями, которые основаны на традиционной человеческой морали и нравственности. Вот в этом был наш подход, который вот тогда уже за чин ему положил Григорий Алексеевич Явлинский. Именно поэтому мы под его руководством ездили в Чечню, вызволять первых пленах, которые под видом, как сегодня их называют, зеленых человечков, туда приехали, безымянных, то есть не имеющих фактически никаких прав, в том числе и на официальное право требовать их освобождения из плена и так далее. Вот этот подход, как мне кажется, мы сохраняем и сейчас. И поэтому опять в одиночестве среди всей нашей политической тусовки, потому что тому, что происходит сейчас на Украине, на востоке Украины, то, что происходит с аннексией Крыма, мы говорим с тех же самых позиций, с позиций правды и опоры на классическую человеческую мораль. А наши оппоненты и сами идут в эту сторону, и пытаются еще увести в эту сторону общества. Они что делают? Они выдают черное за белое, они постоянно врут, и они придумывают свою новую мораль. Вот мораль, основой которой являются не традиционные человеческие ценности, которые всеми религиями мира завещаны человечеству, они в нее кладут вот интересы, вот некие интересы своего круга, своих кланов. Они этот свой круг отождествляют с Россией в целом, они его называют родиной, они вздымают такие темные эмоции в нашем народе, говоря ему о том, что под угрозой находится Родина, ее надо защищать любыми средствами, в том числе средствами вранья, откровенного лицемерия и совершения преступлений, в том числе и военных преступлений. А военные преступления совершаются не только против каких-то внешних, условно-абстрактных врагов, они совершаются и против наших собственных граждан, в первую очередь тех, которых посылают воевать, как послали воевать в начале Первой Чеченской войны, эту дату мы сегодня отмечаем, так послали и сегодня. Вот здесь присутствует и будет выступать Лев Маркет Шлозберг, который занимается этим вопросом, о том, как гробы идут и сегодня в Россию, как шли тогда, безымянные фактически, которые хотят спрятать, укрыть, просто потому, что наше государство заявляет об отсутствии каких-либо участия в каких-либо военных действиях. Точно так же, как вот в фильме было показано, это делал тогда господин Грачев. Поэтому мы остаемся на тех же позициях, позициях правды и морали. Поэтому мы, к сожалению, опять в одиночестве в нашем российском истеблишменте, если так можно выразиться. Поэтому мы, как всегда, подвергаемся за это травле. Я уверен, что и за это мероприятие нас наградят какими-то очередными эпитетами, типа пятой колонны или чего-то еще в этом роде. Но мы со своего пути не свернем. Потому что пока мы идем по этому пути, все-таки вместе, конечно, с нашими коллегами по гражданскому обществу, вот общество Мемориал, которое занималось, очень я благодарю их тоже за участие в сегодняшнем мероприятии. Анализы мы выпустила немало монографий. С новой газетой здесь вижу лица знакомые. Вот вместе со всеми ними мы все-таки обозначаем в нашем обществе и в нашем государстве какую-то линию правды и морали. Как бы тяжело нам не было идти по этому пути, мы по нему будем идти до конца. Думаю, что это будет конец не для нас, а не для нашей страны, а для тех, кто сегодня втягивает нашу страну в очередные войны, очередные авантюры, в кровь, ложь и лицемерие. Григорий Алексеевич Явлинский. Уважаемые коллеги, я рад и признателен тем, кто здесь присутствует. Надеюсь, что то, что здесь обсуждается, станет известным всем тем, кто небезразличен к тому, что происходит в нашей стране. Происходило тогда и происходит сегодня. Я хотел бы начать свое выступление с выражения признательности всем, кто выступал до меня, потому что самые главные темы и самые главные существенные вещи уже вот были сказаны. И тем не менее, мне хотелось бы поговорить не только о содержании самих событий, но и о некоторых причинах того, что произошло тогда, и, возможно, в значительной мере происходит и сегодня. Конечно, после 1991 года, после распада Советского Союза, конечно, на поверхность вышли очень глубокие, давно скованные, лежащие под спудом культурно-исторические процессы. связанные с историей России, а уж тем более связанные с историей Советского периода в России. И они, конечно, сыграли значительную роль в том, что начали происходить процессы такие, в частности, в Чесне, на Кавказе и в некоторых других республиках, бывшего СССР в том числе, которые привели к очень серьезным последствиям. Однако, какова была реакция на все эти процессы после 1991 года? Она была стандартной, и суть ее заключалась в том, если говорить очень коротко, она была отказом от диалога по какому-либо поводу. То есть, она по существу оставалась советской традицией, она оставалась большевистской, и она не предполагала равенства и уважения, понимания исторических корней тех или иных проблем. Она была построена на обычном принципе «я сильный, ты слабый, и ты будешь выполнять то, что я тебе издеваю». Ну вот, к 1994 году к этому подходу добавился еще и контекст тех самых реформ, о которых сейчас мало по существу говорят. А контекст был очень существенный, потому что в 1992 году на самом деле произошла конфискация всего, что у людей было. И это коснулось просто всех, кто проживал на территории бывшего Советского Союза. Это было следствием совершенно безумных и неправильных решений проведения экономических преобразований, которые привели к гиперэнфляции в 2600%. А затем к этому была добавлена еще колоссальная афера, связанная с лаучеризацией, с обманом всех 150 миллионов российских людей в смысле прав собственности. Все это аккумулировалось в события 1993 года. там пролилась кровь. События эти показали, что легко можно довести ситуацию до братоубийства, что и было сделано. вот это был такой контекст начала этих событий. Кроме того, были еще и теперь совсем никем не замечаемые и никто сейчас не обращает внимания такие заявления, например, как в ответ на пожелание немцев по Волжье создать по Волжье свою автономию, Борис Ельцин ответил, что у них автономия будет только на военных полигонах или кладочках. Что-то вот в таком духе. Потом в такой же стилистике шел разговор об Абхазии и Грузии, Таджикистане. Там может другие слова говорились, но суть всего, что происходило, было все тем же продолжением того, что можно было легко наблюдать в экономике. Непрофессиональность, большевизм цель оправдывает средства, а самое главное глубочайшее игнорирование ценности человека и человеческой жизни. Это как началась с этого реформа 2 января 92 года и так она и пошла дальше. Вот здесь Михаил Шевелев заметил очень важную вещь. Кроме всех проблем, связанных с реформами того времени, там была еще одна, которая вообще не упоминает. Отказ от оценки советского прошлого, отказ от десталинизации, отказ от оценки событий событий 17-го года, гражданской войны, коллективизации, репрессий 37-го года, смыслов, связанных с Великой Отечественной войной, вообще всего сталинского и затем советского периода, он на самом деле сыграл огромную роль в чем годе. И не случайно, что этот аспект играл значительную роль именно в Чечне по понятным причинам, потому что если бы эта важнейшая часть реформ была, то вполне возможно были бы совсем другие возможности диалога. Они и так были, даже и без этого были, но уж в этом случае они бы открывали совсем другие возможности. Если бы честно, государство новое, российское сказало, что произошло, почему это произошло, как оно к этому относится, какую дает оценку, это было бы совсем другое дело. Ну вот, и вот в этом контексте и начались все события, связанные с этой войной. Принцип вытекающий из того, что я говорил из этого контекста был очень простой. Территория наша, а люди не наши и вообще не имеют никакого значения. Да мы хоть всех уничтожим, но территорию эту надо сохранять. Вот собственно суть всего подхода, который там был. Ну что же, можно сказать, эта война унесла десятки, а возможно и сотни тысяч жизней. Эта война сыграла колоссальную роль в разложении российского общества, с которым мы сейчас сталкиваемся. Эта война сделала кровь и насилие частью российской жизни. Эта война укоренила терроризм в России как способ решения тех или иных политических проблем. Эта война открыла настиж двери коррупции, продажности, военному предательству, военным преступлениям. Эта война нанесла невероятный ущерб, непоправимый, да его никто и не собирается исправлять, судя по всему. И наконец, эта война осталась глубоко скрытым конфликтом. Он там присутствует на сегодняшний день, как торфяник, который есть, он глубоко, и если сложатся условия, он вспыхнет вновь. Вот у нас сегодня эта конференция, которую мы проводим. Я очень рад, что ее проводит яблоко. Это очень важно. Поэтому я не буду делать никакого подробного политического доклада по этой теме. Поделюсь просто некоторыми своими соображениями относительно того, что тогда произошло. Я думаю, я сделаю это быстро, тем более здесь Данил Конферонович уже об этом начал говорить, об этом уже упоминалось. Ну, вы знаете, что был штурм неудачный 26 ноября, цедата имеет отношение к началу войны, были захвачены пленные. Вот тогда наступил момент, о котором сейчас это вот буквально сегодня завтра ровно 20 лет назад, о котором говорил Дед Маркович, подвергнул в другом контексте, было заявлено, что захваченный плен находится в яме десятки российских военнослужащих, которые не называют свои имена, находятся там под другими фамилиями, имеют знака различий, но мы знаем, что они российские военнослужащие, и мы заявляем, говорил Дудаев, что если Россия признает этих людей как своих военнослужащих, то тогда они военно-пленные, они выполняли приказ, мы отпускаем, а если нет, то они наемники, мы их расстреливаем, а что еще делать с вооруженными наемниками? Министр обороны сказал, ничего он не знает, никаких там наших военных нет, министр внутренних дел сказал, что он ничего не знает, никаких военных нет, руководитель контрразведки, так тогда она по-моему называлась, который сам их вербовал, и сам это делал, а делал там простую вещь, там дали приказ ряда офицеров без опознавательных знаков, собственности, но просто выполнить вот эту задачу, тоже говорит, мы ничего не знаем, министр обществообороны не знает, он когда ничего не знает, спецслужбы ничего не знают, президент молчит, по крайней я не помню, что говорил, премьер-министр тоже говорит, что он ничего не знает, ну вот, и что изволите делать, ну, если говорить о моем личном опыте, то я стал интенсивно обсуждать эту тему с другими людьми, которые в Москве не говорили, что они ничего не знают, но хорошо понимали эту тему, разбирались в ней, например, я подробно все это обсуждал с моим близким другом Виктором Ковным Яшным, который здесь присутствует, и в результате всего этого как депутат Государственной Думы и руководитель фракции я позвонил Дудаеву и сказал, что я как депутат Государственной Думы руководитель фракции признаю, что это российские военнослужащие, что они исполняли приказ и от имени Российского государства беру на себя ответственность за них. Прошу их освободить, а если для этого нужно, чтобы я и мои коллеги и товарищи приехали, мы приедем и готовы в обмен на этих военнослужащих, которые исполняли приказ оставаться столько, сколько будет необходимо. Думаю сказал, что прилетайте. Разговор был довольно короткий. Я обратился к своим товарищам, вот целый ряд из них, присутствующий здесь Сергей Митрохин, Алексей Мельников, Владимир Аверчев согласились лететь со мной. Я позвонил Руслану Аушу, попросил Аушу дать самолет, он мне его дал, и через 12 часов утром следующего дня мы уже прилетели в Чечню. Переговоры были очень сложными, невыносимо сложными. Первые полдня нас просто водили по городу, не ходили там. Да, с нами прилетели туда несколько журналистов, Патех Москвы, например, Натанил Прилетов, был еще Сергей Яшинков. Вот. Ну, нас просто водили по городу, что-то с нами обсуждали, какой-то человек, который представился министром юстиции, что-то нам говорил, но главное, что осталось у меня от этого периода, что-то нам показали во дворах значительное количество тел погибших наших солдат. И я понял, что задача стоит не только в том, чтобы нам отдали тех, кого взяли след, чтобы нам вернули эти тела, что их нужно вернуть в Москву, вернуть родителям, а их было много, очень мало. из того задачи, а как это сделать? Это же надо найти дробы, чтобы еще там сделали эти дробы, чтобы взять людей, чтобы найти подходящий транспорт, самолет, как это все. Ну, в общем, было чем думать, чем заниматься. Вот. А во второй половине дня там ситуация произошла совершенно такая особенная. Меня пригласил к себе Индарбиев, который был заместителем Дудаева. И вскоре я обратил внимание на то, что со мной идет разговор уже час, второй, третий, о чем угодно. Только, во-первых, не о том, для чего я приехал, и во-вторых, вообще вне контекста всего происходящего. Ну, просто о чем угодно. Потом я понял, что я выйти оттуда не могу, из этой комнаты. там внутри стоят люди с автоматами. И так, в общем, вежливо, но очень понятно. Но, через несколько часов я стал понимать, что это какая-то ситуация заложника, что ли. Даже непонятно, в чем там дело. Слилось очень долго, до поздней ночи. Но уже вечером мне это надоело, и я начал требовать встречи с Дудаевым. В результате вот моих требований мне сообщили не сразу, под большим нажимом, с большой трудностью мне сообщили, что Дудаев находится на переговорах, на переговорах с Горачевым. Тогда мне стало понятно, что у меня здесь держит. И что вот когда он вернется с этих переговоров, вот тогда я смогу с ним. Ночью вернулся с Дудаевым. меня выпустили из этой комнаты, как только Дудаев там появился. То есть я так понимаю, что я был гарантом того, что он вернется. Вернулся с Дудаевым. И я с ним встретился. Было ночью. Первое, что мне сказал Дудаевым. Ну, был разговор опять же ни о чем. О том, как совершенствовать экономику, о важных вопросах, город. А потом он мне сказал, что вам надо срочно отсюда выезжать. Немедленно. это требование Грачева. Он самый влиятельный человек. И вы должны делать то, что он говорит. Я говорю, так я не против уезжать, только вы мне верните военнослужащих, и я и уеду. Он говорит, нет, я этого не буду делать. Я говорю, ну как, вы же обещали, я для этого приехал. Ну, вот, изменились обстоятельства. Мы договорились с Карачевым, что я этого делать не буду, я верну всех в другой раз, другим людям, или не верну, в общем, короче, я не буду делать. Вот здесь, собственно говоря, началась самая главная часть. Я не буду вам все это рассказывать, это долго. вот в итоге мы с ним договорились о следующем. Договорились с ним о том, что половину содержанных охваченных он все-таки разрешит на него ввести, а вторая половина он передаст на этом наши переговоры с ним завершились, что половину после этого был ужин, чему я о нем помню, потому что он был странный, после этого ужина значительная часть моей делегации оказалась нервная способность состоять. Уж не знаю, что там произошло, что-то такое особое произошло, действительно. и когда я час ночи примерно вернулся во дворец, как это назвалось, вот о чем говорил Данила, он, наверное, это помнит, и пришел к начальнику охраны туда, его отсидел на рэк, папахи, вот он мне говорит, вам надо уезжать, потому что очень опасно ночь, вам долго ехать до аэропорта, через чечню, вот, уже стреляют, я говорю, ну, вот, верните людей, они не поедут с вами, я говорю, как не поедут, мы же творили, да, нет, они не поедут, я говорю, хорошо, соединять меня, да, ну, ты даришь, спит, а вам надо уезжать, я говорю, это невозможно, ну, возможно, невозможно, вам надо уезжать, туда, спит, и никого мы вам не отдадим, я говорю, ну, хорошо, тогда, Вам-то я сейчас расскажу, это коротенько, а вообще это выглядело довольно сложно. Я говорю, тогда я хочу видеть российских военных. Ну, в общем, после длительных переговоров эти военные были пригласены. Вот их построили передо мной. Было довольно сколько? Человек десять, сколько в комнате умещалось? Двенадцать. Вышел старший по званию и сказал, что уважаемый товарищ депутат, докладывает старший по званию капитан Рокофер. Мы приняли решение не возвращаться в Москву с вами. По той причине, что вы можете забрать только половину, а остальные будут уничтожены. И мы своих товарищей здесь бросить не сможем. Вот тогда мне стало понятно, что штука, которая была придумана. Это наше решение. И мы будем действовать именно вот так. Когда я взял время на обдумывание этой ситуации, недолгое, в результате у меня произошли следующие события с некоторыми моими коллегами. Там, поскольку действительно время поджимало, и надо было очень быстро покидать территорию Чеснея. Надо было довольно быстро покидать, потому что действительно была ночь, и надо было успеть добраться до аэропорта, и так далее, и так далее. В части деликации случилась просто истерика. У некоторых известных людей, неизвестных. Я собрал только тех, кто был из яблока, и сказал, вот у нас такая ситуация, у меня есть предложение. А я предлагаю всех отправить в Москву, а нам оставаться здесь, вместе с нашими офицерами, вместе с нашими военными. И вот Алексей Мельников, Сергей Митрохин дали согласие мне на то, что мы остаемся вместе с нашими военными. Ну, это было, в общем, ощущение было такое, что это вот... Ну, вот, а что уж будет, ну, то и будет вместе с нами, и с ними. Вот... Я вернулся, и этому человеку, руководителю охраны, не знаю, я говорю, что все, тогда я и двое моих товарищей, мы остаемся здесь. Вот прямо здесь остаемся, все. Мы не поедем, не знаю. Можете с нами делать, что хотите. Можете нас в яму в это сажать, можете нас в этом дворце запирать, можете обратно в тендеррию увезти, что хотите делать. Мы не уедем, мы же своих солдат здесь не бросим. Что хотите делать. Ну, видимо, это плавно не входило. Дальше начались очень сложные переговоры. В результате значительную часть военнослужащих российских нам разрешили увезти. И мы вернули в Москву, там было целое дело, как мы взяли на москобусе, как это все было. Мы вернули в Москву часть военнослужащих. По памяти могу сказать, было 8 человек, 7 человек, 9 человек, ну, какое-то такое число. 7 или 8 человек, ну, 8 человек, ну, и в нашем самолете мы привели три гроба. Еще ряд гробов мы отправили в параллельном самолете, на который не попали корреспонденты известий, и потом еще не обижали, если помню. Ну, других известий, теперь это другая кассета. В то время она была еще и новая. Вот. И я помню, как возле подъезда Государственной Думы собрались родители этих ребят. И мы, вот Сергей Митрохин, я и Алексей Митрохин, мы просто передавали в руки родителям, чтобы они сами с ними сделали, что смогли. Вот. Потом была криминальная приватизация. Об этом, так сказать, Сергей Сергеевич здесь говорил. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что под войной, под крышей войны, это самое то, что надо. Когда война идет, вообще можешь делать все, что хочешь. Просто все, что хочешь. Вот. С весны 95-го началась полномасштабная, уже не ваучерная в виде такой аферы, как в казино, а такая совсем криминальная приватизация. Это просто раздача активов друзьям. Вот. После этого были проведены, в контексте всего этого дела, тоже опять под эту войну, выборы 96-го года. Смысл в них был не только, там, сохранился там Борис Николаевич, но вы-то все должны знать, выборы, на которых была уничтожена свобода прессы вообще. С прессой было покончено после этих прессов. Стало ясно, что с помощью телевизора можно делать все, что угодно, решать любые задачи. Вот когда начались наши нынешние времена, любые задачи можно было решать. Включай телевизор, и все, и он будет решать тебе любые задачи. А для того, чтобы включить телевизор, в то время даже не надо было никакую государственную политику проводить. Надо было покупать двух-трех ведущих, платить им деньги и заказывать, что они должны говорить в новостях. Больше ничего не надо делать. Ну, а в результате потом произошли взрывы домов, Вторая Чеченская война, хорошо вам известная. Тогда Яблоко оказалось единственной партией, которая заявила о том, что она против того, что началось в 99-м году, то есть, как называемый, Второй войной, в той форме, в которой она происходила. Ну вот. Ну и так, в этом, в общем, из этого всего родилась новая власть в России. Ну что ж, вот мы теперь имеем то, что имеем. Вот они, серьезные корни. Для чего это надо все знать? А это знать надо для того, чтобы, когда придет время создавать новую Россию, как современную страну, больше не повторять этих трагических ошибок и преступлений. и таких ошибок, которые ведут к преступлению. Это надо знать всем и понимать. Это надо обязательно. Чтобы не повторять. Ну вот. А сейчас то, что происходит с Украиной, это, конечно, по сути, дело совсем другое. Но методы, способы решения, отказ от людей, людей, люди, мусор, не играют никакой роли, человеческие жизни не играют никакой роли. То же самое. Ничем не отличается. Ну вот. Нам предстоит с вами очень большая работа. Как выйти из того положения, в котором сегодня мы находимся. Никого не оскорбляя, никого не унижая, без войны и без крови. Это очень трудная задача. И решать ее можно только на основе опыта, честности и сообща. Александр Черклазов, Правозащитный центр мемориала. Прошу вас. Когда начались нынешние времена. Действительно, нынешние времена, то есть война на востоке Украины, это параллель, очевидная параллель с двумя чеченскими войнами, 15-20-летие которых мы отмечаем. Но началось это все немножко раньше. Замечательно говорил Измайлов. Какой-то кусок из его слов можно просто без монтажа брать и ставить куда-нибудь на сайт, давать в эфир, когда он говорил о тех двух солдатах. Измайлов человек, который выступит именно и действует именно в этих категориях, в категориях отдельных человеческих судеб. Это очень правильно. Очень правильный масштаб рассмотрения, потому что иначе у нас получается бездушный полет над картой или над территорией, где люди скорее помеха, чем смысл. Наверное, отсюда у нас и слова про то, что то ли 30 тысяч погибло в Чечне, то ли 300. Вот давайте вернемся к этому. Дело в том, что подсчеты числа погибших в Чечне не велись. Велись как раз группой Ковалева в 1994-1995 году. Некоторые методики, которые применяются в локальных конфликтах, то есть опрос большого числа беженцев, математическая обработка, экстраполяция. И в общем выяснилось, что кроме той самой оценки числа погибших в Грозном в ходе его штурма с декабря 1994 по март 1995, никаких точных цифр у государства нет. Никто не считал. От 25 до 29 тысяч человек погибли в ходе штурма Грозного зимой 1994-1995 года. Всего в Первой Чеченской войне погибли, вероятно, от 30 до 50 тысяч человек. Во Второй войне погибли от 15 до 25 тысяч человек. Причем, если брать горячую часть войны с осени 99 по весну 2000, от 6,5 до 10,5 тысяч человек. Это уже подсчеты, основанные на данных им Райтс-Вотч. Парадоксально, во Вторую войну гораздо больше была плотность огня, но погибших меньше. Люди научились бояться, научились бежать. Но это не сотни тысяч, не известные сотни тысяч человек, которые возникли прежде всего от недоверия к любым другим цифрам и от того, что мы привыкли так считать. Большие числа с большими нулями для нас кажутся убедительнее. Мы привыкли считать людей нулями, а не единицами. Смысл, собственно, почему это случилось? Слава Богу, здесь никто не произносил слово «нефть». Хотя это очень популярно, что Чеченская война началась из-за нефти. нефти в Чечне почти нет. И сейчас последние капли выжимаю. Хорошо, что не говорили про другую версию, что я, как поэта Российской Федерации, пыталась защитить русское население Чечни. Как раз в ходе того самого штурма Грозного зимой 1994-1995-го едва ли не половина из погибших это русские, которым некуда было бежать из Грозного, в отличие от чеченцев, которых были родственники в селах. Хорошо, что не назывались и другие весьма распространенные мифологические версии. А почему же рискнул дать ответ? Есть вещь гораздо более важная, чем нефть. Это власть. Собственно, старт подготовки первой чеченской войне был дан в декабре 1993-го года. 12 декабря 1993-го года, как вы знаете, прошли выборы, на которых те, кто победил до того, 4 октября 1993-го года в Москве, потерпели поражение. В Государственной Думе значительную часть скамеи заняли коммунисты и жириновцы. И после этого возникла замечательная идея. Чтобы перехватить электорат, нужно перехватить лозунг для оппонентов, нужно сделать нечто национальное и патриотическое. Ничто так не повышает упавший рейтинг, как нечто национальное и патриотическое. Был извлечен на поверхность принятый месяц за месяц до этого, 16 ноября 1993-го года, так называемый план Шахрая, который предусматривал возвращение отложившейся провинции в Луну империи путем, как было написано, переговоров на фоне силового давления. Активизация вокруг Чечни как раз пришлась на 2,5 декабря 1993-го года, но уже через 5 месяцев о переговорах все забыли, а силовое давление наращивалось, поскольку спецслужбы занимались этим без какого-либо, не то чтобы гражданского контроля, но без внешнего экспертирования. Каждый раз, когда их усилия наталкивались на отсутствие результата, вывод был единственный, нужно усилие наращивать. Так вот просто финансирование антидудаевской оппозиции перешли к поставкам оружия, потом уже оружие тяжелого, потом тяжелого оружия с экипажами. Все-таки летали на вертолетах осенью 1994-го года не мирные чечены, а вполне российские экипажи. и финал этой политики вот то самое 26 ноября 1994-го года. Танки с российскими экипажами. Тот шаг, от которого дальше можно было идти только к большой войне. Но в основе этого было именно желание поправить политическую картину, которая не выстроилась в нужном направлении после 4 октября 1993-го года. Как мы помним, результаты это не дало. Зимой 1996-го года рейтинг Борис Николаевич Ельцина был на уровне ошибки, его поднимали там другими уже способами. Пытались закончить войну к президентским выборам 1996-го года, по крайней мере сделать вид, что закончили войну. Зато подобный подход вполне себе сработал осенью 1999-го года. Мы не можем утверждать, у нас нету бесспорных доказательств, что и сама война осенью 1999-го года, и взрывы в российских городах были организованы властью. Но они ей были использованы. Именно тогда от тех же самых значений, сравнимых с ошибкой, рейтинг никому неизвестного ничтожного чиновника взлетел до заоблачных высот в течение нескольких недель, поскольку каждую неделю он отпускал какое-нибудь хорошенькое выражение типа мочить в сортире. Война тогда и тогда была прежде всего политическим инструментом. А все остальные попытки рационализировать это, ну, они кажутся не столь не столь обоснованными. Связь между 93-м и 94-ми годами она и в другом. Среди тех пленных, которые были взяты 26-го ноября 94-го, был такой лейтенант Русаков. 4-го октября 93-го года он сидел в танке и вел огонь по белому дому. Вот даже персонали у нас есть совпадающие. среди солдат дивизии Дзержинского, которые участвовали в событиях в Москве, есть те, кто потом погиб или попал в плен в Чечне. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что танки из Москвы 93-го года в 94-м въехали в Грозный. Увеличение роли силовиков в окружении Ельцина прежде всего динералитета внутренних войск. генерала Куликова, Романова, Голубца, а также само то, что переступили через большую кровь. Напомню, что в 91-м году войска из Москвы были выведены, когда погибли трое протестующих, а в октябре 93-го года погибли возможно до 200 человек. И это было воспринято на ура частью публики и как норма значительной частью людей, принимающих решения. Вот привычка к насилию и отсутствие страха перед пролитой кровью это тоже 93-й год. Еще один момент. Почему именно Чечня? Я хочу напомнить, что в преддверии осеннего политического осеннего кризиса 93-го года в течение года государственная пропаганда, которую тогда возглавлял Михаил Никифорович Полторанин, старый партийный журналист с хорошим антисемитским душком, использовала почти советские клиши, только по-моему, евреев там заменили по-моему, чеченцы. Руслан Вранович Хазбулатов критиковался прежде всего не как плохой спикер плохого парламента, а как чечен. Тогда же возникла версия, что чеченская мафия, какие-то люди Хазбулатов, там 5000 человек в окрестностях Москвы контролируют разные объекты. Пропаганда это была и в средствах массовой информации гораздо более мощная в силовых структурах. Так что если бы мы послушали радиопереговоры тех, кто штурмовал Белый дом накануне штурма, создало впечатление, что они штурмуют город Грузный. Чеченцы, Чечня оказалась невольно таким врагом еще до того и тоже в контексте борьбы за власть в Москве в ходе нашей малой гражданской войны. Так что времена эти начались раньше. и чтобы уже вообще подвести черту под этим, хочу напомнить еще об одном юбилее. В декабре 79-го года началась афганская война. Так что Россия не вылезает из войн. Уже 35 лет мы живем в воюющей стране. Стране, где насилие оказывается нормой, где скрывать подвигших тоже считается нормой. Вспомним, что о погибших в Афганистане мягко говоря не говорили, что мягко говоря не писали, что было принято на уровне Политбюро решение не делать соответствующих надписей на надгробных камнях. Так что время это то время в котором стоим началось несколько раньше. где здесь можно было выйти, где здесь были точки бифуркации, где можно было принять решение что-то изменить и как вообще что-то менять. А вот тут выясняется, что вот эти усилия, усилия, о которых говорил Григорий Алексеевич, они не бессмысленны. Ведь после этого и после ноября, начало декабря 1994 года, когда половину из пленных российских военнослужащих из Грозного увезли депутаты, вторую половину забрал начальник главного военно-медицинского управления генерал Чиж. Должен же Грачев был получить хоть кого-то. Так вот, после этого различных депутатских группах, которые пытались влиять на события в Чечне, пытались добиваться начала переговоров, пытались добиваться хотя бы обмена пленными и заложниками и перемирия для того, чтобы убрать тела с улиц. Были представители разных партий и яблоко, разумеется. Так вот, эти усилия были не бесполезны, потому что в Буденновске в июне 95-го года соглашение о том, что полторы тысячи заложников заменяются на полтораста добровольных заложников, а в Грозном начинаются переговоры под ЭДО в БСЕ, политические переговоры, оно было достигнуться за два часа. Людьми, которые бесплодно пытались инициировать хоть какой-то мирный процесс в предыдущие пол-урода. Эти усилия остаются отнюдь не бессмысленными, если они повторяются. Разумеется, усилия достаточно особенных людей, потому что Сергей Адамович Ковалев, который сейчас здесь нет, полечится Сергей Адамович, или Олег Петрович Орлов, который сейчас находится на Юде, работает там, они вот с некоторым упорством этим занимались, с самоотверженным упорством. И, надо сказать, тогда состав Государственной Думы, да и состав журналистского корпуса был хорош. Было достаточно много людей, которые готовы были, было больше, по крайней мере, чем сейчас, а уж среди депутатов намного больше, тех, кто готов был в это вложиться, всем, что у него есть, включая жизнь. В итоге, то, что генерал Лебедь в девяносто шестом году войну прекратил, он, в общем, поднял с земли то, что лежало там с девяносто пятого года, те предложения, которые были потом отвергнуты, когда война возобновилась. Неизвестно, кто, когда и как может реализовать на работе, сделанные раньше, кто продолжит эти попытки, важно их не оставлять. Начинается все это всегда с переговоров, с попытки что-то сделать именно по так называемым гуманитарным сюжетам. Обмен пленными, поиск пропавших без вести, поиск захоронений, контакты по этим вопросам, это первое, что начинается, и последнее, что прекращается. поднимать эти темы, не оставлять их Аркадий Бабченко, человек, который был солдатом на первой войне, на второй войне, а потом на всех остальных войнах, только уже в качестве журналиста, как в Грузии, так и на Украине и так далее. Аркадий, я помню, когда в каком-то интервью ты говорил, что первая война, когда только начиналась в Чечне, еще можно было все остановить, потому что не было какой-то мотивированности, еще не было трупов, еще столько не было крови, то есть еще можно было что-то остановить. Дальше этот маховик уже закрутился, все, это уже было полное безумие, как вирус ты называл тоже войну. У тебя когда вот эта вот мотивированность появилась на первой войне? На первой войне у меня мотивированности, кстати, так до конца не появилось, потому что мне Мне 19 лет было, и я, кстати говоря, просто до конца так и не понимал, в общем-то, что происходит. У меня Первая война, она больше ассоциируется даже не столько с войной, сколько с концлагерем, потому что 19-й год это был самый расцвет бедовщины, просто махорейшей бедовщины, и там молодняк, который туда приезжал, ну вот к нам в Ротово привезли молодых 10 человек, на следующий день 8 сбежалки сразу, в постели, в тапочках, в кальсунах, они сбежали. Вот, и молодняк, который там был, мы все были затюханы в такой степени, что как-то же война, она уже не особо осознавалась. У меня мотивированность появилась во вторую, во вторую чеченскую компанию. У нас в батальоне было трое москвичей, и один из них Игорь, мы с ним познакомились в Царицыно, вот в самом военкомате в 5 утра, когда мы ехали в военкомат, мы ехали в контракт уже на вторую чеченскую, мы с ним познакомились. И так самые мосты туда не доехали. И Илон погиб через неделю, через неделю после 6-й роты, примерно в том же районе, мы под Шатам стояли, мы этот бой слышали. Вот, и через неделю там начался очередной бой, он продолжался три дня под Шаруаргуном, один из самых сильных, то есть самый сильный, самое сильное вообще боевое столкновение в нашей моей истории. Вот Игорь там погиб, он погиб одним из первых, там все было абсолютно так же по-дурацки, как на всех войнах, которые Россия ведет. Нас должны были выводить уже в горы, командир полка поехал проверить дорогу на УАЗике, его отстреляли, он послал взвод смотреть, откуда стреляли, этот взвод вошел, поднялся на сопку, 13-1, захвата 13-1. И там оказался очень сильный укрепрайон, они вошли в подковы, и их с той стороны взвод практически в упор, там почти лишь положительный. Вот, и Игорь там погиб. И я просто помню, как у меня, я просто помню, как я сошел с ума. Я помню момент, как я сошел с ума. У меня на полном слезе, кукушку унесло вообще напрочь. Я уже видел себя со стороны, и у меня не было ничего, кроме ненависти. У меня не было ничего, кроме ненависти, у меня все остальные чувства вообще ушли. Кстати, то, что мы здесь в мирной жизни думаем, что мы знаем, что такое ненависть, ничего подобного. Ненависть – это сильнейшее чувство. И у меня осталось одно только единственное желание. Я хотел убить всех сейчас. Всех. Вот вообще. Детей, стариков, женщин, под корень всех, каждого, и желательно своими руками. Вот у меня было желание своими руками. А потом умереть самому, потому что уже никакого желания не оставалось. Проблема – это проблема каждой войны. Это проблема каждой войны. Любую войну можно остановить еще в самом начале. И, кстати, это касается и этой же украинской войны. Где-то, я думаю, примерно, ну, в зависимости от интенсивности боевых действий, вот примерно там от двух-трех недель до двух месяцев примерно еще есть, когда не закрутился вот этот весь маховик, пока не пошли трупы и пока не начались личностные отношения. Это ненависть, месть. Вот когда погибли люди с обеих сторон, да, и когда появилась месть, желание мстить и желание убивать, войну остановить уже невозможно никакими политическими средствами, она может остановиться уже только сама, пока эта ненависть не прогорит. Вот это, наверное, главное, вот это вообще, наверное, главное, что нужно понимать во всех этих войнах, потому что тот, кто эту войну начинает, начать он ее может. Но остановить ее уже не может никто. Прошу прощения, я больше не буду кратить, извините. Я упоминаю, что мы жили в своих домах, в своих селах, в своих дорогах. Нам пришли, значит, нас убивали, газировали, банды. Забирали у нас близко, поработали, забрали. Это в Монбелл, это в два все дома. Когда была открыта точистка, это самое минимум. Разломали двери, сошли, извините, отправили естественно. Ну что, на кровати забрали кое-какие вещи и ушли. Вот, верерок, это видел, это сделал. Вот такие вещи сказали. И вот я удивляюсь, плюс Аллах, я говорю искренне, у моего народа нет ненависти к куску. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Почему вот это ненависть? Может быть, где-то вот среди боевиков тоже были такие многое настроения, что они хотели убивать всех, кто не в этом русских, а между российских людей. Может быть, и были. Но в дороге вот здесь вот ни тогда не было самое вот такое интересное обостроение военных действий. Вот, я жил среди народа всегда, я или журналистом работаю, или из-за властью я работаю. Я спрашивал, даже опросы проводил. Не было вот ни один человек, вот когда я проводил опросы, не обвинил русский народ в это время. Ни один человек. Понимаете? Я вот вернусь со своим народом. Вот эти люди не воздействия. Тем не менее. Вот это я говорю. Баратов Усмана Крамович, руководитель Узбекского землянства «Тандаш». Очень интересная тема 20-летия и 15-летия двух чеченских войн. Но, к сожалению, вот 5-часовая конференция у нас была, звучали интересные цифры, но, к сожалению, прозвучала причины возникновения этой войны и второй войны. Чтобы, исходя из этих причин, мы не наступали на грабли, чтобы не были дальнейшие войны. К сожалению, вот мы не делаем выводы, идут и другие войны. Вот сейчас у нас на Украине такие нехорошие вещи происходят. Вот давайте вот чистую юридическую статистику приведу. постараюсь скорость уложить, у нас же 3 минуты, да? Вот смотрите, в Чеченской республике первый его президент Джаха Дудаев пришел к власти свободным воязвлением народа конституционным путем 27 октября 1991 года. То есть еще до развала Советского Союза, без всяких силовых. Кто такой Джаха Дудаев? Генерал советской армии. Последняя его должность командовал дивизией дальней авиации, дивизией бомбардировщиков, жил в Балтике. Пророссийский, промосковский, советский офицер. В личной жизни тоже пророссийская, потому что его половина, супруга, она русская, этническая. То есть ничего не грозило России, как в личном плане, так и в других. Он не религиозный какой-то фанатик был. Все хорошо было. Начало, я чуть-чуть забегу, война, когда началась, то есть Россия пошла против конституционной власти в Чечне. Против волеизвеления чеченского народа. Большинством голосов, которые избрал на пост президента Джахара Дудаева. А вот посмотрите, с начала первой чеченской войны и с даты избрания 27 октября и вот сегодняшняя дата 20 лет юбилея. Прошло три с лишним года, точнее три года, один месяц. А почему Москва этот период времени, три года и один месяц, не начинала войну против Чечни? А почему ей вздумалось вдруг в 1994 году начать эту войну? Три с лишним года спустя. За это время Джахар Дудаев спокойно разъезжал по республикам Советского Союза. Я его помню визитов во многих республиках, в том числе и Киргизии его принимали на высоком уровне руководство Киргизии. Везде он ходил. То есть здесь получается личная неприязнь Ельцина к Дудаеву. Роль личности в истории. Она в многих министах привлекается. История меняется. Роль личности. Что Джахар Дудаев просил от Москвы? Да ничего он не просил. Просто признать волеизвление народа, который его выбрал. Вот и все. Если Борис Ельцин пригласил бы на официальный прием Джахар Дудаева, пожал бы мою руку, ничего бы не было, никакой войны не было. Россия ведь не помешала придать статус особой республике Татарстан. Хотя там тоже назревало кое-что такое. Исламизация и прочее. Попытки отделения от России. В середине России. Чечня-то хоть имеет какую-то границу общую с Грузией. Как-то на окраине. Вот здесь не прозвучало. Почему три с половиной года не начиналась эта война? Если Ельцин так ненавидел. То здесь фактора никакого не было. Начало войны. Причины. Война, которая несла тысячи и тысячи невинных жизней, повинна какая-то гордость, неприязнь Ельцина к Дудару. Вот с юридической стороны. То есть получается человек из-за своей личной амбиции отправил на тот свет тысячу людей. И вот тут сказали, сколько солдат погибло. Я помню это время, да. Каждое в новостях, сводках программы «Время» там публикуется. Сколько сегодня погибло в Чечне солдат. Вы вспомните это время? И когда цифра подошла к двум тысячам, эти сводки прекратились. Давайте, я не знаю, Галина Михайловна, может какой-то вывод сделал, чтобы у нас дальше не повторялись такие случаи. Не наступать на эти грабли. Сделать вывод из первой кампании. И второе, в этом году, и пятнадцатилетие второй кампании. И придать вывода конференции про юридическую оценку начала первой войны. Я тут считаю, это, в общем-то, уголовное преступление было начать войну в Чечне. Да, Ельцин умер. Да, Грачев умер. Но ничего не мешает, все равно возбудить дело, довести его до суда, потом его прекратить, как с дела Магнитского. Он умер, да что, задавили ее. Претендент имеется. Если мы это не сделаем, то мы никогда не построим право у государства. Да, умер, все там, да. Одна война, вторая, третья. А кто страдает? Народ страдает. Спасибо большое, что не исключает, конечно, того, что сказал господин Боратов. Мы сегодня поняли, что градус обсуждения был, конечно, очень высоким, очень эмоциональным. И самое главное, эта война непонятная до сих пор, война с непонятным количеством жертв, с непонятными причинами. Конечно, мы должны продолжать работу по расследованию этой ситуации, жертвы не должны быть забыты, это никогда не должно повториться. Хотя уже, к сожалению, повторяется на юго-востоке Украины. Но нельзя наступать все время на одни и те же грабли. И хотя нас немного, но мы, в общем, настоящее гражданское общество. И кто-то сегодня сказал, не надо останавливаться, надо просто работать над этим. Вот мое, например, предложение сделать эту конференцию первой конференцией, потому что очень о многом не говорили. Сегодня, например, совершенно не говорили только разве что вот Шарип сказал о гражданском населении. Как приходилось женщинам, как приходилось детям, как им не платили зарплату, как они торговали на рынке, как они выживали. Тем очень много, и я предлагаю просто продолжить эту работу и сделать более серьезную конференцию с более широким представителем. А на следующей конференции, наоборот, мы вопросим от всех наших экспертов, докладчиков, прислать предложение. И мы тогда сможем принять настоящую резолюцию и послать ее во все инстанции и во все средства массовой информации. Спасибо вам огромное!